Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, вы на моем YouTube-канале. Я человек, который является экспертом по управлению реальностью и изучаю взаимосвязь между нашим мышлением и тем, что мы в результате получаем. Если вы хотите стать более успешным человеком, если вы хотите стать человеком, который умеет самостоятельно ставить свои цели, создавать свою жизнь и получать желаемое, вам точно нужно подписаться на мой канал и внимательно смотреть все видео, которые я выпускаю, для того, чтобы меняться, становиться лучше, становиться настоящим волшебником и создавать жизнь своей мечты. А для того, чтобы вам еще лучше, проще и быстрее все удавалось это делать, я рекомендую прочитать мою книгу или прослушать, она есть в двух вариантах, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу». Слушается, читается на одном дыхании, вы можете это сделать абсолютно бесплатно, сразу же после того, когда закончите просмотр этого видео. Для этого вам необходимо перейти под видео в описании и скачать эту книгу в том формате, в котором вам будет удобно. Тема нашего сегодняшнего видео «Как научиться притягивать в свою жизнь желаемое». Мы все с вами уже знаем, что притягивать в жизни можно разное, и порой какая-то неловкая высказанная фраза, вроде как «не хочется жить» моментально трансформируется в жизнь, в виде какого-нибудь неприятного происшествия или чего-нибудь еще. И вот ты сидишь и удивляешься, почему же негативное так быстро проявляется в жизни, а когда я хочу притянуть что-то желаемое, вроде бы и о законе притяжения слышал, вроде бы аффирмации какие-то повторял, ничего не получается. Мы все очень хотим быстрых результатов. Мы все хотим верить в то, что это работает, но верим почему-то слабо. И обычно, когда ты рассказываешь человеку о том, что то, о чем он думает, притягивается в его жизнь, он начинает смеяться, махать руками и говорить, ну вот, хочу машину, хочу машину, где машина? Хочу быть богатым, где? Хочу еще чего-то. Вот я такой позитивный и хороший, но жизнь несложная, все это сказки, и это не работает. Эксперт по управлению реальностью пользует, чего вы там покурили? И где же та реальность, которую вы хотели? Могу сказать одно. Я не волшебник, я только учусь. Но если вы читали мою книгу «Зажигалка» о моей истории, вообще следите за мной в инстаграм, кстати, подпишитесь, если вы этого не сделали, то наверняка вы знаете, что моя жизнь действительно похожа на волшебство. Единственный момент – это волшебство создаю я сама. И для меня самым приятным является то, что в какой бы ситуации я не оказалась, а я живой человек. И, естественно, периодически схожу с каких-то настроек, я всегда знаю, что могу вернуть свою жизнь на нужные мне рельсы. И поэтому никогда не попадаю в состояние отчаяния и беспомощности. И этому хочу научить вас. Так что давайте начнем. Для того, чтобы нам с вами было понятнее, как же мы притягиваем это желаемое и почему оно притягивается не всегда, как нам может казаться. Я хочу привести сегодня красивую метафору того, каким образом вообще устроена наша жизнь, с чем ее можно сравнить и как вот эти мысли, о которых мы говорим, которые как бы создают нашу реальность. Кстати, если вы не смотрели мое предыдущее видео про внешние и внутренние миры, обязательно посмотрите, как же все это на самом деле работает в нашей реальности. Итак, сегодня я хочу использовать такую метафору, как красивый сад. Мы все с вами знаем, что такое сад. Мы видели цветущие, плодовитые какие-то деревья, особенно в ботаническом саду, там, где все идеально. Но давайте сегодня посмотрим на это несколько иначе. А еще лучше, наверное, я даже хочу это сравнить не с садом. Вот. Я хочу это сравнить с кукурузным полем. Ну, все ездили к бабушке или вообще ездят по трассе и помнят, да? Едешь, есть кукурузное поле и поле, например, с подсолнухами. Так вот, когда мы с вами видим в разное время года, проезжая, например, один раз мы едем, и мы с вами видим большое такое поле, да? Не огород. Поле. Поле. Такое большое бесконечное поле. Мы видим, что там какая-то серая земля, не знаю, вскопана она, не вскопана. Я не очень разбираюсь в этих процессах. И вот мы с вами видим, ну, какая-то там земля. И вдруг проходит какое-то определенное количество времени. Август, месяц мы едем и видим, как там вырастает большая, красивая кукуруза с сочными кочанами. И мы с вами чистенько останавливаемся и ломаем немножко кукурузы. Так, кстати, делать нельзя, но иногда можно. И вот мы с вами видим, как на этом поле у нас много-много таких плодов красивых. Мы думаем, вау, как красиво, сколько кукурузы, ее тут немерено. Можно взять несколько кочанов себе, никто не заметит. Но мы видим с вами результат. Но какое поле было в начале? Какие процессы происходили? В начале была серая земля, которую сначала надо было каким-то образом там спахать. Не знаю, убрать из нее какие-то бурьяны, как это называется. Если это картошка, еще и колорадских жуков почистить. Потом, когда поле более-менее готово, его нужно засеять. И вот на это поле ставится большое количество семян, 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 семян. И вот ты такой на следующий день выбегаешь, смотришь, думаешь, сегодня будет кукурузка. Выбежал, смотришь, а ничего нету. Ты думаешь, стоп, ну аж семена туда засадил. А где кукурузка? А кукурузки нету. Думаешь, ладно, подожду еще. Просыпаешься на следующее утро, опять бежишь, опять ничего нету. Вообще ничего. Ты туда смотришь, хочется откопать ямку, как собачки, да, посмотреть, семя лежит, ничего нету. Чего нету кукурузки? Это же семена кукурузки. Где кукурузка? Где кукурузка? Кукурузки нет. И вот ты бегаешь неделю-две, а кукурузки нет. И в какой-то момент хочется на это все забить. Но есть определенные правила, потому что после того, как вы засели, еще там надо периодически поливать, следить за тем, чтобы почва увлажнялась, есть некий определенный длительный аграрный процесс для того, чтобы кукурузка выросла. И любой аграрий, если вы зададите ему вопрос, вот когда вы сажаете кукурузу, вы как, вы ее просто посадили и на следующий день выкопаете? Засмеется, он вам расскажет достаточно долгий, конкретный процесс, что по каким срокам делается, когда там что вспахивается, когда засевается, когда поливается, когда удобряется. Есть некий определенный длительный процесс, после которого появляются сочные, вкусные, красивые плоды кукурузок. А теперь давайте себе представим, что аграрий решил забить на этот процесс. Вот он посадил семена и ждет такой, день ждет, два ждет, три ждет, неделю ждет, кукурузы нет. Он забил и говорит, херня, не работает. И все, развернулся, ушел и бросил эту кукурузу. Так, кстати, могут погибать целые поля с различными культурами, тогда, когда не происходит весь этот процесс, который должен произойти в течение определенного периода времени. Вы мне сейчас скажете, Оль, что за аграрий вообще-то нам тут устроило, что за лекции? Да дело в том, что вы должны понимать, что наши мысли с вами о себе, о своей жизни являются семенами. Семенами. И когда вы первый раз решаете поменять свои мысли, решаете вместо того, чтобы быть обычным человеком, стать успешным, и вы начинаете эту мысль сажать в свою голову. Например, вы говорите себе, я зарабатываю тысячу долларов. Вы, например, никогда не зарабатывали таких денег, но очень хотите, но вы не верите. И ваша задача – посадить такое семя. Если вы проговорите эту фразу один раз, или один день, или одну неделю, и дальше забудете о ней, вы бросите свое поле. Вы бросите это, потому что ваш мозг – это большое поле, где вы высаживаете мысли. И ваша задача – выбирать и высаживать самые лучшие мысли о себе, удобрять, охранять их и регулярно проверять, прорастают ли они. Но при этом ни в коем случае не выдирать их с корнем, не злиться за то, что они не прорастают в реальность очень быстро, не злиться за то, что на следующий день вы не заработали тысячу долларов, а твердо знать, что вы сейчас высаживаете, вы сейчас создаете свой первый огородик. Здесь точно так же, как и с нашим полем. Когда вы делаете это в первый раз, у вас могут быть ошибки, какая-то часть вашего урожая может погибнуть, какая-то просто не взойти. Но когда вы будете делать это регулярно, и какое-то количество плодов начнете собирать, видеть, что вот здесь у вас получилось, а здесь нет, анализировать, что вы сделали не так, о чем вы забыли, где вы что-то неудобрили, а наоборот полили это каким-то ядом, тогда, исходя из этих проб и ошибок, вы с каждым разом начнете улучшать свой урожай. Так вот, ваши мысли являются семенами, и ваша задача научиться делать так, чтобы они прорастали в вашей голове. Для того, чтобы стать богатым, эта мысль должна изначально прорасти в вас, в большую веру, что вы можете это сделать, в то, что вы начнете замечать других людей богатых, в то, что вы начнете этой энергией пропитываться. Помните, мы говорили с вами о том, что человек каждый имеет свою энергетическую подпись, уникальную энергетическую вибрацию, которая состоит как раз из таких моментов, что человек о себе думает. Помните, бывает такое, встречаешь человека, особенно успешного, и от него особенная энергия, его хочется обнять, с ним рядом хочется быть, он как зарядная станция, хочется подойти и просто постоять рядом с ним, потому что после того, когда ты с ним побыл, когда ты его послушал, когда ты на него посмотрел, тебе стало лучше. Ничего в твоей жизни не поменялось, но у тебя стало больше сил, у тебя стало больше желаний, больше стремлений, ты чего-то хочешь. Я очень надеюсь, что я для вас, и мои видео являются именно такими, именно такой эффект я хочу оказывать на вас, чтобы у вас начинались чесаться ручки что-то делать, чтобы ваша вера пребывала, чтобы ваши силы пребывали, чтобы вы понимали, что вы творцы своей жизни, что вы лучшие садовники, что вы выбираете для себя самые элитные семена, самые изысканные сорта, что вы создаете самый уникальный свой сад. Бывает наоборот, пообщался с человеком и хочется помыться, чувствую, что он мелкий, чувствую, что его сад здесь гнилых яблок, что кочаны кукурузы давно поели вороны, что там все ненастоящее, что в полях живут кроты, что собаки бездомные ходят и оставляют там свои фекалии. С таким садом не хочется связываться. И ваша задача научиться работать со своим садом, запастись уверенностью, запастись терпением, запастись трудолюбием, выбирая для себя лучшие мысли, выбирая лучшее для себя, представляя такую жизнь, которую вы хотите. Вы хотите перестать постоянно повторять о том, чего вы боитесь, потому что именно такие семена вы сажаете, когда вы говорите, я не достоин, я не могу, у меня не получается, не такой мир. Вы сажаете в свое самое лучшее сознание, сознательное поле, а именно в сознательное поле мы с вами изначально сажаем эти семена, и затем они проваливаются на подсознание. Если вы не смотрели мое видео про сознание и подсознание, про тетю Глашу, обязательно исправьте эту оплошность. Во-первых, вы получите уникальные знания на простейшем языке. Во-вторых, вы получите максимальное удовольствие, ибо я постаралась и рассказала во всех красках, как это выглядит. Так вот, когда мы на свое сознательное поле сажаем мысль какую-то и начинаем с ней работать, мы в какой-то момент проваливаем ее на подсознательный уровень, и она пускает корни. И когда мы в сознательном состоянии выбираем для себя лучшие мысли, то, чего мы хотим в своей жизни, мы не говорим, я не хочу болеть, я боюсь, что у меня не получится, а мы говорим, я здоровый человек, и у меня всегда все получается, тогда мы создаем эксклюзивный, уникальный сад с лучшими мыслями, что немаловажно, с лучшей энергетической вибрацией, которая помогает и притягивает в нашу жизнь классных людей, классные ситуации, классные обстоятельства. У нас с вами получается такой себе сад для избранных. Туда не зайдет уже никто, чтобы плюнуть или харкнуть. Знаете, как машинка останавливается и в туалет зайти, но только человек может пытаться, конечно, без всякого вообще там, я не знаю, уровня, хоть какого-то воспитания, но мы же тоже с вами уже грамотные люди, мы можем установить турникеты и просто не пропускать свое окружение и в свой сад таких людей. В тот момент, когда кто-то из малознакомых людей или знакомых захочет плюнуть в ваш сад и сказать, да у тебя ничего не получится, да херня все, что ты говоришь, у вас уже появится достаточно внутренней силы, чтобы сказать, ты знаешь, наверное, нам с тобой не о чем говорить, наверное, мы с тобой просто не можем больше находиться в одном пространстве. Вы не позволите в свою голову засаживать бесполезные мысли, которые будут заставлять вас сомневаться в себе, потому что каждый день вы будете работать со своим полем, со своим садом и будете оберегать его. Часто меня спрашивают, спрашивают, а что делать, когда, например, моя мама обесценивает меня, когда она хочет сказать, что все равно все, что я сделала, это все фигня, что надо было делать по-другому. Я всегда говорю о том, что, когда вы следите за своим садом и там растут огромные розовые кусты, которые вы сами вырастили с помощью своего труда, с помощью своего времени, в такие моменты вы никогда не позволите своей маме взять топор и начать их рубить, потому что у вас будет достаточное количество силы для того, чтобы сказать, мама, ты имеешь право думать и делать со своей собственной жизнью все, что ты хочешь, но я создала свою и я не позволю даже тебе по той уважительной причине, что ты мама, вести себя неадекватно и бегать с топором, срубая то, что я лично создавала, во что инвестировала свое время и силы. Работая над собой, мы получаем самое главное, мы получаем настоящую самоценность, мы выращиваем и взращиваем себе ту внутреннюю силу и ту уверенность, которая уже не даст нам возможности позволить другим людям плевать в то, что мы сделали. Работайте над собой, это самое ценное, что вы можете сделать. Существует множество классных ментальных практик, которые помогают перепрограммировать наш мозг. Существует много классных упражнений и знаний, которые помогают сделать это быстрее. Бесплатно вы можете получать их на моем канале, просматривая мое видео. Если вы хотите системной работы, быстрой работы, если вы хотите в течение месяца видеть огромные результаты, я, конечно же, приглашаю вас на свои программы, например, на мой культовый марафон, который называется «Рерайтер жизни», где мы с вами создаем книгу о жизни своей мечты, где мы с вами знакомимся с первыми техниками по перепрограммированию мозга. Дальше у меня есть уже более продвинутые программы, но о них вы узнаете, если попадете на мои первые марафоны и поймете, что для вас близка эта философия, что вы хотите быть человеком, который умеет создавать свою реальность, либо остаться человеком, который критикует, находит ошибки в словах, находит, не знаю, недочеты в том, как кто-то одет, какой звук, например, у видео или что-то еще. У вас всегда есть выбор. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, потому что я каждую неделю выпускаю самые интересные, полезные видео на максимально простом языке о самом важном. И, конечно, подписывайтесь на мой инстаграм, где вы можете видеть мою реальную жизнь, как живу я, как использую те законы, о которых рассказываю в своей жизни. И, собственно, мы будем с вами таким образом еще ближе. Буду рада вас видеть везде всегда и до встречи на следующей неделе.